Девушки отдыхают А презентация Стой, где стоишь, Хаким Все заминировано Отдай героинь Работайте пожуще Личная просьба Нет ни следов Ни свидетелей Они все умерли Вы так уверены, дорогой Надир Приехали Ты ради нее Мальчишек подставил, а? Ради Лейлы? Да, хотел Хотел Назара спасти Мивлера вытащить И героин не отдать Тоже хотел И чтоб не погиб никто Хотел Не получилось Нет! Сдохните, собаки! Хаким Ты в порядке? Нет Хаким Хаким Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас вас отвезут в отряд. Разведка хочет с вами поговорить. Особое дело. Вы меня-то помните? Я брал у вас интервью. А оператор, значит, ваш погиб. А кто вас вывел оттуда? Никто. Хорошо. А показать то место, где вы видели этих двух вооружённых людей, вы сможете? Солнце в тот момент куда светило? Солнце? Да. В спину. А как-то вы шли. Вы озеро не видели? Небольшое это такое. Да. Чуть левее. О! Всё ясно. Ладно, Николай Алексеевич, собирай две поисковые группы. Есть. И на ту сторону. Это были не манджахеды. А кто? Они больше похожи на… На этих… Спецназ? Да. Наряд! Становись! Наряд! Становись! Значит, смотри так. Спецназ перекрывает духом дорогу. Откроют где-то вот здесь. Ага. Наша задача – блокировать отход к границе. Ну, а если они не к дороге? Судя по описанию, это подрывники. Это, во-первых. Во-вторых, отход только к границе. Ясно? Ясно. А вот здесь они не могут к дороге выйти? Здесь не могут. Здесь скалы. Со скалы можно либо плюнуть, либо головой вниз. Слушай, а если… Что? Да не всё понятно. Так понятно, взял бойцов и на тропу. Рахимов всё знает. Я параллельно пойду. Видим, видим друг друга. А зря не сотрясай эфир. Ясно? Рахимов, наряд ко мне! Занять эту лощину! Бегом, марш! Да точно бегом! Искать! Шерифу камень не понравился. Не симпатичный какой-то, да, шериф? Что нашли? Тёплый ещё. Это любители. Спецназ за собой такой грязи не оставит. Товарищ лейтенант, я их вижу! Давай бегом по этой тропе. Потом тихо шагом. Режим радиомолчания. Я снизу зайду. Они мне как раз на прицел-то и выйдут. Понял. Только не нарывайся. Тихо сядь на хвост. Не обнаруживай себя. Понял. Группа за мной. Ну что, мужики, силы ещё есть? Они не устали. А чего у них вид такой замученный? А вы не братья? А у них всегда вид замученный, товарищ лейтенант. А по горам они бегают, как киик. Как кто? Как горный козёл. Даже лучше. Как бы мне от вас не отстать. Ну что, дети мои, пошли? Бегом, марш! Вот этих узнаю. Этих не видел. Или не узнаю. Вы уж извините, Андрей Павлович, что, напрягаем вас? Вам бы отдохнуть надо. Да. Скажите, я могу позвонить в Москву? Меня там, наверное, уже похоронили. Ещё месяц никто не должен знать о вашем существовании. Да что, у меня жена. У меня мама с ума сойдёт. С ними поговорили уже наши люди. Для всех остальных вы остаётесь без вести пропавшим. И ещё. Андрей Павлович, с вами не было никакого товарища. То есть как? Так надо. Бедный Гриша. Это его настоящее имя? Я вам врать не буду, Андрей Павлович. Я не знаю его настоящего имени. Такого рода сотрудники известны только их непосредственному руководству. Да. Как будто не было человека. Давайте к делу, Андрей Павлович. Пожалуйста. Вспомните дословно, что вам сказал этот пацанёнок? Юсуп. Юсуп. Дословно. Капитан-пограничник. Мусульманин. Работает на контрабандистов Надир Шаха. Сначала не хотел брать деньги, но потом какие-то старые грехи заставили. Вроде так. Всё. Всё. А это не тот капитан, который меня сюда привёз? У вас один капитан-мусульманин? Или есть ещё? Один-один. К сожалению. Где же они? Товарищ лейтенант. Вон, вон. В тыл заходит. Где второй? Шердев его заметит, а? Да вряд ли. Он, вон за той горой. Я с Гуламчоновым возьму этого хмыря. Вы вдвоём тропу держите. Ага. Вдруг второй вылезет. Хорошо. Гуламчонов, за мной. Стой. Ну что, Голомшонов, живым будем играть? Не было такой задачи. Что, тушить его отсюда? Ну ты суров, Голомшонов. Он пока в нас не стрелял. Живым будем брать. Стой! Стой! Стоять! Руки! Автомат на землю! Не стреляйте, я постук! Руки бросили! Я уже автомат брошен на землю! Руки! Руки поднимай! На колени встал! На колени! Руки поднимай! Руки! Руки! Спокойно! Ближе подойдём, вдарим, товарищ лейтенант! Они положат его при первом выстреле. Шерифа пустить! Стоять здесь, наблюдайте. Пальба на счёт и подойдёте, вдарите. Рамжанов, первый упадёт, спускай шерифа. Есть, понял. Убить их надо! Убей, барана! Баран, сейчас убьём! Молись Аллаху! Давайте офицера заберём с собой! За него заплатят! Погоди! Пожалуйста, не убивайте нас! так! Баран! Качаем их только без чувака! Руки! Ай! Ай! Здорово, Симур! Паширик! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Товарищ лейтенант! Летит! Раненого готовьте! И этих жмуров тоже туда! Латников, в госпиталь его надо! Как ты, Гламжонов, живой? Держись, парень! Рана ерундовая! Товарищ! Товарищ! Товарищ лейтенант! Товарищ лейтенант! Спасибо! Я испугался очень! У меня мама пять сестер, понимаете? Я понял тебя, Шапгат! Ты молодец! 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 Держись! Поднимай! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Счастливо! Будь здоров! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Говорил, не сближайся! Они уже 25 лет воюют, а наши пацаны вчера школу закончили! Теперь буду знать! А ты наших всех по именам знаешь! Знаю, но обращаюсь редко в исключительных случаях! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА С тобой всё нормально? Ты не ранен? Нет! Рука левая! Шевельнуть не могу! Что болит? Сердце! Лекарство! Лекарство где? А? Лекарство! Здесь? Так. Сейчас отпустят! Сейчас! Слышал там? Прошли эти двое только что! Ты держись! ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА После боестолкновения обе группы продолжают поиск в направлении север-северо-восток. Предположительно, через час встречаются с поисковой группой спецназа. А что с командиром группы? Я не понял. Только что врачи доложили, что у лейтенанта Жердева инфаркт. Ничего себе! Жердев, он же, как его наш особист называл? Железный дровосек. Точно! А тут, кто бы мог подумать, оказывается... У него есть сердце. Садись. Садись. Владников справится? Справится. С ним опытный сержант. Хорошо. Меня беспокоят эти двое приблудившихся. Больно похожи на подрывников. Ты как считаешь? Похоже, но странно. До коммуникации или любого населённого пункта можно было легче добраться. А не таким трудным путём через горы. Вот. Тогда что же? Не знаю. Наверное, готовится что-нибудь? Готовится. Я, правда, не знаю, как это связано. Короче, разведка докладывает, духи собираются совершить акт возмездия и сжечь одиннадцатую заставу. Опять банда этого Сафар Чулука. Одиннадцатую? Да. Ну, ты пока можешь спать спокойно. Не уверен, товарищ полковник. Ты всё время не уверен. Сведения достоверны из независимых источников. Что они сделали Сафар Чулуку? У твоих соседей проблема. Ты здесь при чём? В одиннадцатую не сунутся. Ко мне придут. С чего ты взял? У них десять БМП. А у меня одна, и та на ремонте. Это все доводы? Надир Шах не простит мне тонну героина. А мы наверняка не знаем, Надьера-то или нет. И ты мне про эту тонну не напоминай. Я тебе её не прощу. Опять умнее всех хочешь быть. Аскеров, ты что, испугался, что ли? Да, испугался. Что буду не готов. Разведке не доверяешь? Доверяю. Но из моих источников известно, что Сафар Чулук подчиняется непосредственно Надир Шаху. Да и вообще, на самом деле, вся провинция в руках одного человека. Так что проблемы будут у меня, а не у одиннадцатой заставы. У тебя уже проблемы. Я, в общем-то, поэтому тебя и вызвал. Разрешите присутствовать, товарищ полковник. Заходи, садись. У нас тут, прямо скажем, такое заковыристое дело. Вы хотите, чтобы я начал, Алексей Геройч? Давай лучше ты. Тут у нас такая проблема возникла. Мансур, мы тебя знаем давно. И ценим тоже давно. И никаких претензий у нас к тебе не было. Ну, за исключением некоторых моментов. Да всё это ерунда. А вот сейчас уже не ерунда. Сейчас разбираться надо. Десять минут пятого. А людей нет. Это чтобы поменьше народу вас видело. Я бы сейчас с удовольствием на кого-нибудь поглядел. Да, надоели мы вам. Ничего, месяц пролетит быстро. Вернётесь в Москву, наглядитесь. Вряд ли вас когда-нибудь ещё сюда потянет. Да нет, я обязательно вернусь. Зачем? Охранять запад от востока, восток от запада своими средствами. Не понял. Чтобы они хоть раз по-хорошему встретились. Может быть. Не при нашей жизни. Вертолёт по одному залезай! Ну, всего наилучшего. Вас встретят, всё объяснят. Я думал, мы вместе. Нет. Я другим бортом в Душанбе. Вашу посылку надо передать. Ладно. Ни о чём не спрашиваю. Правильно. Спасибо за всё. Счастливо оставаться. Ну, пока. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Только, пожалуйста, Юсупа разыщите. Юсупа, ну, мальчика. Да, да, конечно. Он там совсем один. Он ребёнок. Уже ищем, не сомневайтесь. Обязательно найдём и вывезем. Обещаю вам. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Алексей Георгиевич, вы сейчас со мной как? С начальником заставы разговариваете? Говорил и буду говорить. Наверняка тут накладка какая-то. Или провокация. Но ты тоже нас должен понять. Мы обязаны реагировать. Данные анализировали. Ты уж поверь, не на нашем уровне. Вывод такой, что информация объективная. Как вы её докажете? Следствие... Докажет. Или опровергнет. Как мы все надеемся. У меня будет обыск? Да. Офицеров тоже будут допрашивать? Да, как положено. Товарищ полковник, что мне делать? Сегодняшнего дня ты будешь считаться в отпуске. Заставу примет Клеймёнов. Я могу, учитывая военную опасность, остаться на заставе. Как раз учитывая военную опасность... Можешь. Под мою ответственность, можешь. Ладно, в конце концов, ничего не найдут. Всё будет нормально. Нормально. Уже не будет. Ну ты не раскисай, капитан. Мне тоже не лучше, чем тебе сейчас. И Адамову тоже. Мансур, никто тебе зла не желает. Только откуда-то оно берётся. Что? Зло. А ты Аллаха спроси. Ты же у нас капитан-мусульманин. А ты чего хотел? Контрразведка. Она обязана подозревать всех. Несмотря на все их заслуги. Он ему спаси вдруг, утешил. Но это ж понятно, что дезинформация. Это не дезинформация. Духи, они работают более грубо и убедительно. Ну вот, к примеру, подкинули бы тебе наркоту, нашёлся бы какой-нибудь свидетель, который где-то с кем-то тебя видел. И тебя завалили бы. Ну да. И ещё. Исходи из того, что это не деза. Возьми и проанализируй ситуацию. Отдели объективную информацию от условной. То есть? Предатель на заставе есть? Есть. Вот это объективно. А мусульманин – это условно. На лбу ни у кого не написано. Мусульманин он или буддист. Да, и ещё. У этого капитана, мусульманина, есть какие-то старые грехи, до которых ещё докопаться надо. А грехи, как ты понимаешь, разные бывают. Может быть, он просто рыбу без чуши ел. Ну да, Коран запрещает. Капитан Аскеров у себя? Здесь. Начальство понаехало. Как дела у тебя? Нормально. Ну, кажется, к тебе. Не задерживайся. Скоро едем. Я быстро. Давного ждёшь? Что? Что случилось? Отец решил уехать завтра, чтобы не подставлять тебе. Я всё решила. Здесь неудобно говорить. Пойдём. Я уезжаю. Ты занят. Я никогда не мешала твоим делам. Но никто не будет решать за меня. Теперь всё зависит только от нас. Что ты решила? Что ты решила? Мы уедем с тобой. На один день. И всё. И никто нам не нужен. Я хочу быть с тобой. Лейла. Но тут твой отец. Я уеду с ним. А ты потом ко мне приедешь. Он поругается и всё. Он потом простит. Лейла. Давай я. Я завтра приеду, и мы всё решим. Реши сейчас. Да или нет? Лейла, я уважаю твоего отца. Мне тоже не нравится этот обычай. Но если он уважает этот обычай, то и я должен уважать его. А меня ты уважаешь? Я пришла сама к тебе. Позорю здесь перед всеми. Лейла. Давай я завтра приеду, и мы всё решим. Не надо. Лейла. 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 Лейла, подожди. Разрешите? Заставляете ждать капитана. Извините, товарищ майор. Есть. Я должен произвести досмотр ваших личных вещей и служебной документации. Если разрешите. Садитесь. Товарищ майор, разрешите обратиться? Что? Можно поговорить с капитаном Аскеровым? В пределах видимости. Спасибо. Что хотел? И что, долго цирк этот будет продолжаться? Я не знаю. А чего ищет-то? Платёжную ведомость на Дершаха. Удружил ты мне, командир. Самое время, блин. Я же не нарочно. Примешь заставу, как ты хотел. Уже не хочу. Это почему? Я ждал перевода. Что мне не сказал ничего? Не могу я здесь оставаться. И жену, и сына потеряю. Почему это? А ты не знаешь. Не знаю и знать не хочу. Ну, ты друг даёшь. Ну, ты друг даёшь. Ну, ты друг. Обидно. Вот я работу себе нашла. А уже надо уезжать. Вам с вашим Колей повезло. Он из-за вас куда угодно уедет. Повезло. Только знаешь, я с ним ничего особенного в жизни не видела. А недавно встретила человека. Настоящего. Вот если любит, то любит. Если воюет, то воюет. А если говорит, что навсегда, значит навсегда. Не бойся, я уеду. Я не боюсь. Вот и хорошо. Будь счастлива. Наемники каждый день приезжают. Пуштуны, пенджабцы из Пакистана, арабы, белые тоже есть. И ящики им привозят. Сестра видела, как ночью им привезли пушки. И что они говорят? Они ни с кем не говорят. Местных там мало, они тоже молчат. А кто-нибудь их лагерь видел? Никого не пускают. Никого не пускают. Посты стоят. И что, никто ничего не знает? Все знают. Хотят одиннадцатую заставу сожечь, отомстить за сына Сафар Чулука. Армона? Да, да, да. Ну, если все молчат, то откуда все знают? Во всех дуканах говорят. Может, проболтался кто-то. А когда нападут, не знаешь? Нет. Не знаю. Не говорят. А можешь узнать? Трудно. Если кто вопрос задает или ходит где нельзя, сразу к Салиму везут. Раньше Хаким мог пожалеть. А этот брат, он сразу убьет. Все равно старик или молодой. Если на реке меня поймает, общую шкуру сдерет. Не заставляй меня, ладно? Ну, ладно, ладно. Забирай. Это твое. Спасибо. Хорошо. Очень хорошо. Спасибо. Ну что, на Колым собрал? Полтора барана осталось. Полтора? Это как? Денег на полтора барана не хватает. Мы с отцом Камыш пойдем собирать. Еще работу найдем. До осени будет Колым. А невеста ждет? Ждет. Плачет, но ждет. Говорит, лучше убегу с тобой, чем за другой пойду. Любит меня. Очень любит. А ты бы убежал? Нет. Нет. Как можно? Аллах накажет. Бежать нельзя. Да и некуда. Везде все то же. Сам отец говорит. Да, это ты прав. От Аллаха не убежишь. А ты собрал свой Колым? Нет еще. Возьми. 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 Потом отдашь. Нет. У меня он такой большой, что твой мешок мне не поможет. Тебе пора. Я пойду. А то люди Селима будут границу проверять. Они теперь тоже как пограничники. Все, дорогой. Спасибо. Удачи тебе. Ты мне очень помог, начальник. Спасибо тебе. Большое спасибо. Мансур. Меня зовут Мансур. Мансур, брат. Я узнаю, что ты хотел. Не за деньги. Потому что ты очень хороший человек. Очень хороший человек. Здравия желаю. Мансур, пойдем поговорим, только быстро. Катьку провожаю. Ты в отряд. Я кое-что узнал. На той стороне во всех дуканах болтают, что нападут именно на одиннадцатую заставу. Значит, не на одиннадцатую. То-то и оно. Ты знаешь, попробуй еще и ты поговорить с начальством об этом. Да понял я. Да чего ты нервный такой? Подойди сюда. Поговорим. Ну? Случилось что, Коль? Ты мне начал что-то про Катю говорить. Я так и не понял. А то ты не знаешь. Не знаю. Вешается она тварь на тебя. С чего ты взял? Да я знаю, что ты ни при чем. Но она мать моего сына. Моя жена, и я люблю ее. Поэтому хочу уехать. Причем любое назначение приму только от тебя подальше. Я ненавижу тебя, капитан. Как хочешь, так и понимай. Знаешь, Коль, мне оправдываться не за что. А свою ненависть прибереги для тех, кто за речкой. У меня на всех хватит. Ап. 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 Продолжение следует... 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 Стой! Что такое? Сдай назад. Джип. Думаешь, тот? Я думаю, да. Проверим. Ты меня прикрой. А-а. НАПРЯЖЕННАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, капитан. Амир? Не ожидал. Что ж ты такой джип купил? Про него вся округа знает. А, говоришь, чехана денег не дает. Эта героинь так делает. Он и тебя тоже сделал бы богатым. Ты же сам не захотел. А я думал, ты мне друг. Я не такой плохой, как ты думаешь, но ты хуже. Я хуже? Если взял бы деньги, твои друзья остались бы с тобой. Невеста не убежала. И Мюллер не сидел бы в тюрьме. И солдаты, мальчишки твои, остались бы жить. А заставу скоро сожгут. И много крови будет. И все из-за тебя. И кто же хуже? Я еще хуже, чем ты думаешь. На колени. Руки за голову. Мы же хотели поговорить. На колени, я сказал. Я знаю, почему ты не поменял джип. Нравится наводить страх на окраину, да? Правильно говорят, что из рабов получаются самые жестокие баи. Кто в машине? Скажи, чтобы выходили, или я буду стрелять. Да, я не один. Это ты один. Субтитры создавал DimaTorzok